Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на изучение уроков свободной школы. Мы очень рады, что сегодня вы будете вместе с нами изучать этот урок, а также гость, который приглашен в нашу студию специально для этого, поможет нам в этом. Сегодняшний урок называется так – «Вознесение Христа». И изучать мы его будем вместе с гостем Петром Мангловым. Здравствуйте, Петр! Приветствую, Денис! Приветствую вас всех, дорогие друзья! И желаю, чтобы это изучение также принесло бельные благословения. Вы знаете, около 40 дней назад во всем мире праздновали Пасху. И это был огромный религиозный праздник. И на это воскресное утро, когда было объявлено, что именно этот день будет Пасхой, все люди приостывали друг друга словами «Христос воскрес!» и остальным отвечали «Воистину воскрес!». Ну, такой вот обычай есть. Прошло 40 дней, и сейчас считается так, что Иисус Христос вознесся. И особо религиозные люди, они приветствуют друг друга такими словами – «Христос вознесся!». А другие им отвечают – «Воистину вознесся!». Так вот, сегодняшний урок расскажет поподробнее людям, как происходило это на самом деле вознесение, какие события были, какие интересные факты. Потому что мы знаем, что Пасху все празднуют, но вознесение не все празднуют в современном мире. Нужно ли вообще праздновать вознесение Христа? Как мы, современные христиане, должны относиться к этому факту вознесения Иисуса Христа? И что нового мы узнаем для себя, мы изучим вместе с вами. И вы нам поможете изучить в этом уроке. Да, с Божьей помощью, надеюсь, что мы исследуем, насколько важно для нас смерть Иисуса Христа, воскресение Иисуса Христа, его вознесение в небесной обители, где он совершает особую работу для каждого грешника кающегося. Да. Ведущий текст. Вот такими вот короткими словами объясняется, как произошло вознесение Иисуса Христа. Он просто начал подниматься в небо. Ведущее примечание. Тот же Иисус, которого они видели восходящим на небо, придет вновь таким же образом, как возносился. Это заверение всегда было и будет до конца времени надеждой и источником радости всех истинно любящих Христа. Это надежда для нас, что Христос вознесся и что он таким же образом и придет во второй раз. Да. Первый вопрос и начинаем изучать историю вознесения Иисуса Христа. Краткий и неотложный визит к Отцу. Очень интересный вопрос. Для меня было что-то новое, признаюсь честно. Что Иисус сказал Марии Магдалине, когда она впервые увидела Христа после его воскресения? Библия описывает нам, что когда Мария и другая Мария пришли утром помазать тело Иисуса, они нашли гроб открытым. Они очень опечалились и подумали, что действительно кто-то украл тело Иисуса Христа. Хотя он раньше говорил о том, что он воскреснет, но, видимо, для них это было очень трудно понять. После всех пережитых событий, после унижения, после такой страшной, ужасной смерти. Просто в их сознании, видимо, что-то было затменено. И они не могли понять, что действительно это есть великий Господь, Спаситель, который обещал, что Он воскреснет. И когда она шла по саду, видела ведущего человека, думала, что это садовник, и говорит, «Господин, если ты взял его и положил его где-то, то скажи, я возьму его». Почему-то она подумала, что гроб этого богатого человека посчитали недостойным для Иисуса, как бы такого преступника, что ли, как его казнили. И она готова была взять его и похоронить в другом укромном месте. Но это был Иисус. И когда он обратился к ней со словами «Мария», она тогда только поняла, что действительно это есть Иисус, она обратилась к Нему таким словом «Равуни», то есть это на иудейском означает «учитель». И Иисус говорит ей, в русском переводе говорит, что «не прикасайся ко мне», а в других переводах более, думаю, достоверно «не удерживай меня, потому что я должен войти к Отцу моему, Отцу вашему, Богу моему и Богу вашему». То есть Иисус должен был возвратиться или подняться к Отцу, чтобы услышать заверение, что его жертва принята, что план спасения утвержден, что плата за спасение грешникового плача насполна, и справедливость восторжествовала. Как вы считаете, а почему Мария его не узнала? Во-первых, она была огорчена, разочарована, и она плакала. Если это был трудный момент для многих, особенно для Марии, потому что Иисус был для нее очень дорог. Представляем только в каком стрессовом состоянии или в каком отчаянии находилась, что она не узнала своего собственного Учителя, к которому она была настолько близко. Следующий вопрос не менее интересный. На основании ответа Иисуса Христа Марии, что наводит нас на мысль о том, что Иисус чуть позже, в это же воскресное утро, вознесся на небо и в тот же день вернулся? Практически в один день произошло вознесение и возвращение Иисуса Христа. Да, иногда нам кажется, что действительно небеса настолько далеки, что нужно очень много времени, чтобы достичь туда, потом вернуться. Для человеческих возможностей это действительно очень нужно долго и много усилий. Но для Господа нет ничего невозможно. Насколько я понимаю, что Господь может со скоростью мысли передвигаться. Для нас это трудно понять, но это так и было. Действительно, в то утро Иисус вознесся, услышал от Отца одобрение, что жертва принята, что план спасения утвержден, что грешник имеет надежду на спасение. И опять же вернулся на эту землю для того, чтобы утешить своих учеников, для того, чтобы открыть им то положение, которое он уже занимает, что он был коронован в тот момент, как царь, царей Господь господствующих, победитель. И вернулся на эту землю, вечером в этот же день встретился с учениками. И сказал им, мир вам, дал поручение, что вы имеете обязанность совершать работу Евангелия для многих людей. Думал Духа Святого, чтобы не приняли. А так и сказал, что дана мне всякая власть на небе и на земле. Это было заверение, что Иисус, победитель, и владычество во всей вселенной опять вернулось к нему. Да, это был немаловажный момент для Иисуса Христа, а также для человечества, чтобы он мог прийти к Отцу и возвратиться на землю. Второй вопрос. Последние дни Христа на земле. Как долго Иисус оставался на земле после своего воскресения? И что он делал вместе со своими последователями в течение этого времени? Ведь он же вернулся для какой-то особой миссии, наверное. Он должен был что-то делать весь этот период, что находился здесь. Да, действительно, Господь имеет определенный план для всякого дела. И думаю, что вот эти 40 дней, они имеют какое-то значение, ну, важное, что ли. Просто отрезок времени, который Иисус посвятил для общения со своими учениками. И работа, которую он совершал, значит, была в том, чтобы он укрепил их веру, для того, чтобы он мог приготовить их к той миссии, которая была возложена на них, для того, чтобы они могли лучше понять Писание, которое исполнилось в Иисусе Христе, чтобы они не ставили мысли человеческие или, ну, какие-то человеческие предания, доктрины выше, чем Слово Божие. Чтобы они веру свою основывали на Слове Божьем. И чтобы они могли получить новый опыт. Это действительно для них был новый опыт, что Господь Иисус, Он победил, Он их пример, Он их учитель, наставник, который еще какое-то время с ними, а потом Он опять вернется в небесный обитель, и они это тоже хорошо понимали. И это было специальное время подготовки для исполнения этой важной миссии. Да. И эту миссию поручил Иисус Христос своим ученикам. Он особое внимание уделил именно этому моменту, потому что прежде чем вознестись на небо, Он должен был оставить для себя какую-то, ну, уверенность какую-то в том, что вся его работа, которую Он проделал на протяжении последних нескольких лет на земле, чтобы это не окончилось, а чтобы это продолжалось, чтобы это развивалось, и чтобы люди познавали Христа. У Него были ученики, и вопрос следующий. Прежде чем вознестись на небо, какое поручение Христос дал своим ученикам, и насколько далеко идущей является эта работа? Где должна была начинаться их работа, проведение и почему? Ну, поручение было дано такое, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. То есть проповедуйте благую вещь о том, что Иисус пришел, пострадал за грехи каждого грешника, что есть возможность человеку вновь обрести мир с Богом и жить жизнью послушания, жизнью веры, и обрести право на вечную жизнь. Это была миссия. И откуда должна была начаться эта работа? Именно с Иерусалима. Иерусалим в то время был центром поклонения народа Божьего. Там находился храм, там было служение, там был Ковчег Завета, там Господь открывал свою волю народу. И хотя уже в тот момент, практически после смерти Иисуса Христа, как и иудеи, и Иерусалим, они уже потеряли такое важное значение, но тем не менее здесь еще раз этому народу была дана возможность, чтобы они также могли обрести надежду прощения, спасения, чтобы они могли вернуть то, что они утратили, или то, что утратили их отцы, и они также, скажем, шли путями своих отцов, что для них есть надежда, что Иисус умер за грешников, и они также могут получить прощение. Вот такая мысль здесь из урока. Некоторые в Иерусалиме втайне верили, что Иисус из Назарета есть Мессия. Другие же были обмануты священниками и правителями и должны были вновь услышать евангельскую весть, чтобы встать на путь покаяния и понять чудесную истину, что только через Христа получат они прощение грехов. Когда был весь Иерусалим взволнован потрясающими событиями последних нескольких недель, проповедь учеников должна была произвести наибольшее впечатление. Действительно, в это время в Иерусалиме произошли такие события, которые взволновали весь этот народ, взволновали... Это же было время, когда многие люди пришли на праздник Пасхи из разных стран, из разных, скажем, окружностей. И события, которые произошли, действительно, в сознании людей было какое-то замешательство. Почему это произошло? Действительно ли этот Иисус из Назарета обманщик? Почему именно в день Пасхи это произошло? И почему в день Пасхи, да? Ну, думаю, что в этом тоже есть смысл, что именно Агнец был заклан на Пасху. А Иисус есть Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Так Иоанн Креститель указал на него. И вот после этих событий должно было внести ясность для людей, чтобы они... Вот именно в тот момент, когда очень взволнующие события, люди заинтересованы что-то узнать правду. И это было возможно, чтобы ученики могли открыть истину и показать людям, что есть единственная возможность для спасения. Независимо, какое положение занимал человек. Или это был священник, это был, может быть, левит, или это был простой человек, или это... Ну, в то время, конечно, было начато проповедь с иудеев именно, потому что они были народом Божьим. Уже немножко позже началась проповедь и для остальных людей, и для всех наций. Но в данный момент нужно было начать с Иерусалима. Да. Мне интересно, что чувствовали тогда... Вот об этом не говорится здесь, но все-таки хотел бы отметить. Что чувствовали тогда фарисеи, книжники, законники? Ведь они так не верили в Иисуса Христа. Они обманывали людей. Вот мы в прошлом уроке учили. Они обманывали людей, что Иисуса Христа украли Его ученики, Его тело. И Он не воскрес, Его украли. И после этого Христос вознесся на небо, воскрес, вознесся на небо. Вернулся опять, сейчас мы поговорим об этом, как произошло во Второе Вознесение. Но в этот период, сколько Он находился, времени еще с учениками, Он учил народ. Люди видели Его, что именно тот Мессия, который был распят. Что при этом чувствовали фарисеи, книжники, которые обманывали народ? И насколько обманутыми себя чувствовали люди, которые, как мы здесь говорили о том, что есть люди, которые были обмануты. Как они себя чувствовали, что их вожди, их святые люди, на которых они ориентировались, они так врали им относительно Мессии, относительно Иисуса Христа? Реакция была разная, неоднозначная. Хотя одни ожесточились, одни были очень рассержены этой вестью, этим событиями. Другие же, наоборот, имели возможность все-таки осмыслить по-новому, посмотреть по-новому на ситуацию. И найти для себя надежду и выход из этого тупика, в который они зашли. Будем следовать далее. Следующим шагом в истории Иисуса Христа, это был последний шаг, это было второе вознесение Иисуса Христа. Это было вознесение уже на более долгий период, не в тот же день Он возвратился. И Он находится там, с Господом в небе, по сегодня. Христос возносится на небо во второй раз. Какое особенное место в Вифании избрал Иисус место для своего вознесения на небо? Как другие опыты сделали это место памятным для Христа? Вот очень интересный момент. Почему именно Вифания? Видимо, потому что на этом месте были связаны особые опыты жизни Иисуса Христа. Это было, думаю, что было, в общем-то, и красивое место. Пейзажи были там, там была роща, там была возвысенность, был определенный хор. Это была гора Ильонская. И там Господь действительно, оттуда Он вознесся на небеса. И когда ученики стояли и смотрели, не понимая, что же происходит, Иисус говорил, что Я иду к Отцу Моему. Но они были в недоумении, они были как-то разочарованы этим. Но тогда пристали два мужа и сказали, что мужи галилейские, что вы стоите и смотрите? Этот Иисус, который вознесся в ваших глазах, Он придет таким же образом. То есть было дано понять, что Он придет видимым образом, реально, и верующие люди, ожидающие, увидят Его обязательно. Но придет, конечно, во славе, придет в величии, придет уже с множеством ангелов. Но сама суть относится с реальностью, что Он обязательно придет, и это будет, видимо, для народа Божьего. И почему именно с этого места, с этой вифании, потому что здесь дальше объясняется, что здесь Иисус проводил очень много времени в молитве, очень проводил ночи со слезами, молился об участи мира, об участи своих учеников. Здесь близко находилось селение, где жили Лазарь и его две сестры. Там, скажем, Иисус любил проводить это время, и там же Он возвратил жизнь Лазарю. И здесь близко был Гехтеманский сад, где, подножие этой игры, где Иисус провел ту ночь борьбы перед распятием, и где Он страдал и молился в одиночестве. И именно с этого места Ему пристал вознестись на небо. Видимо, что есть все-таки какая-то определенная связь в жизни каждого из нас, и в жизни Иисуса Христа, которые определяли отдельные моменты в Его жизни, в Его служении. Да. И все-таки вознесение произошло. Иисус Христос вознесся, но это очень сильно опечалило учеников. И здесь говорится о том, что ангелы утешали учеников при вознесении Иисуса Христа. Что ангелы говорили учеников? Как они утешали их? Они сказали, что все Иисус, который вознесся с вас на небо, придет таким же образом. То есть не печальтесь, не унывайте, Он обязательно вернется. Не было сказано, когда. Может быть, это, с одной стороны, кажется, что немножко нехорошо. С другой стороны, это дает обязанность или дает право ожидать постоянно, когда бы это ни случилось. Ведь немножко раньше Иисус уже говорил, что вы не знаете, когда придет хозяин дома в притче. Он говорит, бодрствуйте в любое время. Он может прийти вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру. Он говорит, говорю вам бодрствуйте или ожидайте это событие с радостью. И обязанность была в том, чтобы они ускоряли это время пришествия. То есть проповедуя Евангелие, возвещая вот эту весть благой людям, это как бы человек тогда не смотрит на время, что время очень долго. Когда занят определенный важный момент, тогда забываешь за время, и только одно остается в мыслях, когда же это случится. То есть это пример и для нас, чтобы мы также ожидали этого. Не просто ожидали, но готовились к этому и ускоряли день пришествия Иисуса Христа. Мне кажется, что миссия, которую вы изложил на всех нас, на своих учеников, миссия Евангелия, она остается с нами. Мы должны исполнять то, что Иисус Христос просит. То, что Иисус Христос заповедовал нам исполнять. Своим вознесением он показал то, что он действительно является Богом, и то, что он является именно той личностью, которая самая важная личность во всей вселенной, особенно для нас, живущих на земле. И при всем при этом, даже у такой великой личности была своя особенная миссия. Он для чего-то поднимался на небо. Он оставил здесь нам распоряжение какое-то о том, что мы должны, как мы себя должны вести, как жить должны, какая должна у нас сложиться миссия. И при этом у него была особая своя миссия. Для чего все-таки он вознесся на небо? Что особенного он должен был там делать? Почему он не остался здесь с нами? Да, план спасения, он был наортифицирован или утвержден на Голгофе. Иисус умер, он воскрес, но работа спасения не завершилась. Еще предстояло совершать эту работу спасения людей, примирения людей с Богом. Борьба с грехом и злом продолжается. Если Иисус оставался бы на этой земле, то он был, опять же, в человеческом облике. И он мог находиться только одновременно, ну, скажем, если он находился с одной группой людей, то он не мог находиться в другой, скажем, в другом месте. Потому что, ну, вот так, человек, который обличен, скажем, лично обличен в человеческое подобие, он вот такими ограниченными возможностями. Иисус сказал ученикам, лучше для вас, чтобы я пошел. Если я не пойду, утешитель не придет. Но я пойду, и я пошлю вам другого утешителя, который пребудет с вами вовек. Утешитель Духа истины, который пошел от отец вовремя, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. То есть, для блага учеников, для того, чтобы одновременно утешитель или представитель Иисуса Христа, представитель неба, был со всеми верующими во всех краях земли, то для этого нужно было, чтобы Иисус вознесся на небо. И Дух Святой, который является представителем, не сокрытый в человеческий облик, он может присутствовать одновременно везде. Конечно, нам это, опять же, трудно понять, но Слово Божие говорит об этом, и поэтому мы должны этому доверять. Через Духа Спаситель будет доступен для всех, и в этом смысле он станет для них ближе, чем во время своего пребывания на земле. То есть, в этом есть преимущество, что Дух Святой, представитель неба, который исходит от отца и от сына, он одновременно может прорваться всеми людьми, в то время наставляя, утешая, ободряя и открывая будущее. Дальше идем по уроку. Четвертый вопрос, чтобы не задерживаться, тоже очень интересные факты, славный вход в город Божий. Все-таки те небесные небожители, ангелы и святые существа, которые находятся там, где-то наверху, недоступные нам, они тоже проявляют, можно сказать, какие-то, может быть, даже человеческие эмоции. Они тоже скучали, они тоже переживали за Иисусом Христом. Это же был их творец, это их был Создатель, это их был Учитель, Иисус Христос, которого они так любили, которого они так чтили. И мы знаем, что была скорбь в небе, когда Иисус Христос принял решение принять человеческое тело и принести себя в жертву. И это говорит нам о том, что у них, у святых небожителей тоже есть какое-то переживание, какие-то чувства, подобные нам, человеческим. Как вы считаете, давайте по уроку, кто еще вознесся со Христом на небо и как их приняли перед тем, как они вошли в город Божий? Ну, уже немножко раньше в прошлых уроках мы изучали о том, что при воскресении Иисуса Христа воскресли многие праведники из разных периодов времени, которые в своей жизни остались верные, умерли в Господе, и они удостоились воскресения. Вместе с Иисусом это было как первый сноб спасенных с этой земли, представителей нашей планеты, и как гарантия того, что все верующие, умершие в Иисусе, они воскресли. И когда они приблизились к воротам города Иерусалима, то ангелы встречали пением, и в псалмах Давида, в псалмах 23, там описывает пророческим голосом и пророческим видением, Давид описывает вот это событие такими словами, что когда приближались, это, скажем, процессы победителей к городам этого города, то были такие, пропеты такие слова, «Поднимите врата вверхи ваши, и поднимите двери вечные, и войдет царь славы». Другие же ангелы спрашивали, кто сей царь славы? И это отвечало, это Господь сильный в брани, Господь крепкий, Он есть царь славы. И когда ворота отворились, то Иисус вошел как победитель, и на этом торжестве, очень важном моменте, действительно были представители с разных планет, непавшие миры, ангелы, херувимы, было великое торжество, что враг побежден, что Иисус вышел победителем, что Он является царем царей и Господом господствующим, и поэтому они с радостью восхваляли Господа за чудные деяния, которые Он совершает для нашей планеты, для грешных людей. Ну, давайте дальше пройдем по уроку, потом еще сделаем обобщение маленькое. «О чем Христос спросил относительно своих учеников, и что Отец провозгласил о них?» Здесь есть современный перевод Библии, здесь уточняется кое-что. Значит, Иисус спросил относительно учеников, «Отче, хочу, чтобы там, где Я и они были со мной, чтобы видели ту славу, которую Я имел у тебя прежде создания мира». И вот этот перевод, современный перевод из текстов Ефесянам, здесь как бы «дабы во всем своем величии была явлена слава Его благодати, которую одарил Он нас возлюбленным». То есть, из изобрения, что все богатства благодати Божьей, вся слава, все величие, все возможности, данные нам людям, это явлено в возлюбленном Сыне Иисусе Христе. Ибо нет другого пути, нет другой возможности, как только обрести прощение, спасение, бессмертие, вечную славу, только благодаря заслугам Иисуса Христа, только благодаря Его посредническому служению. Все-таки, мне кажется, вся эта цепь событий, она настолько святая, настолько торжественна, что нам сейчас, это вообще очень сложно представить, как это происходило, вот эти вот, как это вообразить, как это происходило во отворщении Христа, как Его все небожители встречали, это, наверное, если могу достоинством попасть на небо, мы будем знать это более детально. Хотелось бы дополнить, что, когда человек пал, когда Иисус пришел к Отцу и просил, ну, скажем, был совет мира между ними, и описывает Духпорочество, что Отец не без борьбы дал Сына Своего, не сразу. Но когда на третий раз Иисус вновь предложил Себя, как же это у милостивления, описывает, что слава окружила Иисуса, и Отец обнял Сына Своего. Это была трогательная картина. Это было действительно минуты горечи, страданий, переживаний. Но вот здесь вновь показывает, что когда Иисус уже вернулся как победитель, Отец опять обнимает Сына Своего и дает повеление до поклонниц Ему все ангелы Божьи. Насколько была тогда печальная разлука, или, скажем, обнятие, насколько вот в данный момент это был уже радостный и торжествующий момент. Я думаю, что мы можем пережить это, почувствовать это, когда мы разлучаемся с нашими близкими, как давно встречаемся, и какая радость тогда бывает. Насколько больше радости там было в небесах. Пятый исключительный вопрос называется так. Воцарение Христа. Какими словами ангелы небесные прославили Иисуса? Наверное, когда он же вошел во врата, увидели всю эту победную процессию, что сказали ангелы? Они воскресали громким голосом. Достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. С невозимой радостью ангелы борожали почтение, желание, право, что действительно агнец закланный, он достоин принять все эти почести, все это богатство, все это славу, потому что он перенес эти тяжкие страдания, и он вышел победителем. Заключительный вопрос, и сделаем итог всего, что мы сегодня изучили. Какая церемония совершалась для Христа, и какое обетованное данное ученикам исполнилось, как только эта церемония завершилась? После вознесения Христа, это была церемония коронования, когда Господь Иисус был объявлен победителем, когда Он получил опять право величия, славу. то великолепие, которым обладал до рождения человеческой плоти, или до, скажем, смирения, теперь Он получил еще больше, величие, большую славу. Хотя Он навсегда останется уже в том человеческом виде, который Он взял на Себя при рождении в Виклиеме. Конечно, Он будет более славным, конечно, Он будет, может быть, выше Адама, так описывает, так же, дух пророчества. Но все-таки это будет действительно славное откровение Иисуса Христа. И обетование Иисуса Христа было о том, что я обязательно пошлю утешителя, который наставит вас на всякую истину, который пребывет с вами вовек. И Он обещал, что вы примите эту силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Евгении, в Самаре и даже до края земли. И это исполнилось. При наступлении Дня Пятидесятницы ученики получили эту силу. И когда они проповедовали весть о воскресении Иисуса Христа, о том, что Иисус вознесся в небесной обители, это имело великое влияние на людей. Многие умилились, многие покаялись, многие спросили, что нам делать, чтобы спастись. И вот это излитие Духа Святого было доказательством того, что небо продолжает принимать активное участие в спасении человеческих душ и в спасении наших. И сегодня благодарность Господу, что мы имеем обетование, что этот Дух Святой будет с нами до конца времени. Конечно, мы ожидаем полноту излития Духа Святого. Мы должны об этом молиться, мы должны к этому готовиться, потому что только присутствие Духа Святого сможет помочь завершить эту великую работу, великую миссию, которая возложена на каждого из нас. Да. Мы пришли к завершению этого урока. И этот урок назывался «Вознесение Христа». Как Вы считаете, вознесение Христа, вот коротко, если делать какое-то завершение этого урока, обобщение, насколько оно важно, понимание вознесения Христа для современного христианина? Ну, это очень важно, безусловно, потому что просто понимать или верить, что Иисус вознесся когда-то, и где Он находится, как бы мы не знаем, не понимаем, но Слово Божие открывает нам, что Иисус вознесся для особой миссии, для совершения великой работы в небесном святилище, но здесь на земле нам поручена также определенная работа. И кто может помочь нам завершить эту работу в проповеди Евангелия, формирование характера, достойных для небесных обителей, это из присутствия Духа Святого. То есть, с одной стороны, немножко грустно, что Иисус не остался на этой земле, но с другой стороны, радостно и отрадно, что Он не оставил нас сиротами, не оставил нас без посредника, без помощника. И что сегодня Он лично участвует в спасении каждого человека. Петр, спасибо Вам, что Вы были сегодня с нами и помогли изучить этот урок. Слава Господу за все и благодарность Вам. Дорогие друзья, на этом мы с Вами прощаемся, говорим Вам всех благ и до скорой встречи. До свидания. До свидания. Бог Бог.